Мы вчера обсуждали это не секретное совещание в администрации президента в управлении внутренней политики с присутствием и работников администрации, Министерства образования, Рособранадзора и инициаторов данного законопроекта о языках, в том числе представители из разных республик, депутатских составов, потому что они все тоже, ну, сказать, что взбудоражены этим законопроектом. Мало, вся задача, она озабочена, все прекрасно понимают, что в том виде, если будет принят закон, то в ближайшее время можно забыть об изучении родного языка в системе образования. Наши коллеги предложили, во-первых, здесь две задачи, как бы пытались решить в данном законопроекте. Первое, конечно, обеспечить право ребенка выбора в предмете родной язык его изучения, чтобы ребенка было такое право вместе с родителями. Заставить, заставлять изучение любого языка селом, это, наверное, не путь сегодня, это невозможно, в принципе, мы в этом сами с вами убедились. И второе, уже наши коллеги дальше пошли, они предложили часы изучения родного языка изъять из системы обязательной части образования. Обязательная часть, это не значит, что обязательно всем, а это формирование учебного процесса, как физики, биологии. И под эти часы предусматриваются учебники, пособия, учебные часы, количество педагогов. Это все должно быть интегрировано, вот именно присутствовать в обязательности. Они предложили его изъять и убрать его в часть, так называемую вариативную часть, в вариативную часть, которую формирует самообразовательная организация. В начальных классах это где-то даже один час, где-то есть в отдельных учебных программах 0,5 часов, в старших классах это по 2 часа. Конечно, обычно эти часы в практике сегодня отдаются под те предметы, которые школа считает, что необходимо усилить их обучение. Например, у нас 85% этих часов, например, в старших классах, восьмых, девятых и так далее, отдаются математике русскому языку, например. Потому что дети готовятся к экзаменам, потом идут к единым государственным экзаменам. Где-то это физика, где-то это химия, где-то это история, где-то общество знания. Даже есть в начальных классах дополнительные родители со школы решили, например, такое робототехника. И мы хотим, чтобы и предложение законопроекта, чтобы убрать в лон вот этих двух часов, и пусть они сами решают, быть языку или не быть языку. Но мы же, например, иностранный язык у нас с тремя часами присутствует в обязательной части обучения. Мы же не говорим, что давайте английский язык выбираем, хотя это язык совсем других государств. Поэтому мы не согласны с этой позицией, об этом говорили и на этом совещании. Я надеюсь, что нас услышали. Эта позиция наиболее на нас вызывает отторжение. И сейчас создана рабочая группа с участием и представителей республик, и представителей министерства образования. И наработаем предложение, как сделать данный законопроект таким, чтобы она не вызывала ни у кого никакого отторжения. Время у нас есть, но главное, у нас есть понимание, что в первом чтении в данном виде законопроект в таком виде не должен приниматься. Вот это очень важно, потому что если мы его примем, потом объясняй, будет он исправлен, не будет он исправлен и так далее. Мы найдем общие подходы, общие позиции. Важно было услышать и мнения, и отзывы к этому законопроекту от субъектов Российской Федерации. Вчера Госсовет свою позицию высказал, ряд других парламентов и других руководителей субъектов выскажу свои позиции. Наверняка при любом истечении их позиции там все равно будут предложения, замечания к этому данному законопроекту. И вот наша рабочая группа это все должна научить, аккумулировать, еще раз говорю, и выйти на те решения, которые с одной стороны позволят обеспечить право ребенка на выбор языка обучения, и с другой стороны сохранить изучение родных языков как предмет в системе образования. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ